Раз, два, три, горочка, гори! По-настоящему новогоднее настроение щелковцы успели почувствовать еще накануне праздника. Долгожданным подарком жителям стала ледяная горка, которая заработала 31 декабря. Ее сразу же облюбовали сотни ребят. Горка стала одной из самых больших в Московской области. Архитекторы пообещали, ледяной красавице не будет страшна даже теплая погода. Лед, который уложили на горке, привезен с Урала и заморожен при очень низких температурах. И при определенных технологических условиях хранения такому льду плюсовая температура не навредит. Но в зимние праздники этой опасности не было. Площадь Ленина в новогодние каникулы стала местом притяжения сотен горожан и жителей района. Все 10 дней там проходили новогодние гуляния. Щелковцы встречали любимых сказочных героев и главных новогодних гостей. В гости к юным жителям района пришли скоморохи и предложили поиграть в увлекательные игры. Отчего, конечно же, ребята не отказались. Играли в кошки-мышки, соревновались в бросках на меткость, отгадывали загадки, водили хороводы, выполняли веселые задания и, конечно, получали подарки. И встречали главного новогоднего волшебника – Дедушку Мороза, который наверняка исполнит желание каждого ребенка в новом 2016 году. Мне понравилась горка, представление, что там Баба Яга, Дед Мороз, Снегурочка танцевали. Мы отгадывали загадки, мы ходили паровозиком. Мне понравилась и горка, и представление, особенно Баба Яга. Скоморохи тоже прикольные. Веселые конкурсы, красочные декорации, карнавальные костюмы ожидали щелковцев и в районном культурном комплексе. Каждый год здесь проводятся сказочные новогодние представления. Вместе с родителями юные жители спасали любимых сказочных героев от злодеев, помогали Снегурочке и Деду Морозу встретить праздник. А по окончании мероприятия каждый маленький житель получил сладкий подарок. Новогодняя елка зажигает для участников праздника свои огни, и ребята наконец-то спешат в зал, где они смогут увидеть настоящее представление, в котором добро обязательно победит и праздник придет в каждый дом. Было чем заняться в каникулы любителям активного отдыха. Стать на коньки в новом ледовом комплексе – это ли не мечта любителей зимних видов спорта? Суровая погода в первые дни января, мягко говоря, не располагала катанием на свежем воздухе. Но теперь это не проблема. Массовые катания можно проводить независимо от погодных условий. Так, в период новогодних праздников катание на коньках решили провести в ледовой арене, в которой присвоено имя легендарного советского хоккеиста, вратаря, тренера Владислава Третьяка. Физкультурно-оздоровительный комплекс открыл свои двери в конце декабря, также задав курс на яркое времяпрепровождение. Начинающих на льду поддерживали инструкторы, так что шанс научиться кататься действительно был и есть у всех желающих. Были на катке и юные профессионалы. Выходили на лед целыми семьями. Кто-то приехал покататься с друзьями, кто-то научит своего ребенка стоять на коньках. Я вот очень люблю на коньках кататься, очень хорошо здесь. Мы сюда будем приезжать всей семьей кататься. Здесь очень тепло и очень много пространства, чтобы кататься. Кроме массовых катаний в ледовой арене проходит подготовка профессиональных команд. Так начала работать школа юных хоккеистов. Возможно, в скором будущем появится и школа фигурного катания. Ну и, конечно, ледовая арена будет доступна для массовых катаний практически круглогодично. В новогодние праздники у жителей была возможность обрести навыки еще одного увлекательного занятия. В Рождественский сочельник прошел бал главы Щелковского района. В этот раз в торжестве приняли участие более 150 юношей и девушек, от студентов до молодых специалистов. Поль Капаланес и, конечно, король танцев вальс. На торжественном вечере приглашенные смогли освоить основные виды танцев. В этом и помогли профессиональные танцоры и распорядитель бала. Танцующие отмечали отличие от той же дискотеки разительное. Удивительное место, время, канун Рождества. Это действительно здорово, что в нашем городе проводят такие мероприятия. Я вижу, столько людей улыбаются, и это здорово. Очень понравилось, все вообще прекрасно. На очень высоком уровне подготовлено. Спасибо. А мне такое впечатление, как будто я возвращаюсь в прошлое. Мне понравилось, во-первых, как учат танцы. Хорошо, что я хотела, чего-то научилась. Тут так изящно, все красиво, и все в платье. Именно так ритмами танцев и красотой классической культуры бала в лучших российских традициях воспитывается щелковская молодежь. И можно с уверенностью сказать, вечер приглашенным запомнится надолго. Но Рождество Христово в Щелковском районе праздновали повсеместно. Массовые мероприятия прошли в парке культуры и отдыха. Там состоялось яркое театрализованное представление под названием «Следствие ведут снеговики». Громко со сцены звучали голоса артистов Московского театра «Чудо-карусель». На большой площадке заводили публику костюмированные аниматоры. Гости праздника смогли не только посмотреть, но и поучаствовать в мероприятии. Дети и взрослые перетягивали канат, водили хороводы и, конечно, получали призы. Более 700 человек в Рождество пришли на площадь Ленина. Администрация Щелковского района и благотворительный фонд «Рождественская звезда» постарались сделать праздник по-настоящему сказочным. Рождество! Одна из задач этого мероприятия – поддержать многодетные и малоимущие семьи. Им вручили памятные подарки – почти 700 наборов, предоставленных партией «Единая Россия». Но праздник оставил неизгладимый след в душе всех гостей торжества. Несмотря на мороз, мерзнуть и детям, и их родителям было некогда. Веселое представление подарило всем участникам праздника тепло и массу положительных эмоций. Здесь все как и положено. Главные зимние герои – Дед Мороз, Снегурочка и, конечно, чудеса – победа добра над злом. Миш, тебе весело в этом празднике? Весело, потому что он первый раз сегодня водил хоровод вокруг елки с Дедушкой Морозом и со Снегурочкой, да? Я коренная жительница Щелкова, тут родилась. И с года в год вижу улучшения и города, и работы администрации, и работы всех служб, как говорится. Отличная горка. Вот мы с малышом, Саша, помахай, тетя, помахай. Новый год, ура, помахай. Вот, идем кататься. Ну а те, у кого не получилось добраться до центра города, также не скучали. Новый год – это время сюрпризов и исполнения желаний. Чтобы ощутить атмосферу праздника жителям микрорайона Богородский, стоило лишь выйти из подъезда. Красочное представление проходило прямо во дворе дома. Под звуки веселых новогодних песен ребят встречали Дед Мороз со Снегурочкой и главный символ Нового года – озорная обезьянка. Каждый год такой подарок самым юным жителям устраивает управляющая компания «Дом-жил-сервис». Эти каникулы не стали исключением. Спасибо, что устраивают такие праздники, мероприятия для детей, очень приятно. Мне Дедушка Мороз нравится. Ну, конечно, весело, конечно, здорово, вообще молодцы. Ребятишки с удовольствием пришли. Мне нравится, что здесь Дед Мороз, Снегурочка, можно подвигаться. Ну и разумеется, в конце праздника долгожданный момент. Каждый малыш получил сладкий подарок от Деда Мороза. Наступление нового 2016 года в Щелковском районе отпраздновали, как и положено – шумно, весело и ярко. Без внимания не остались ни дети, ни взрослые. Каждый мог найти занятие по душе. А торжественная атмосфера пока еще продолжает царить на улицах города, вдохновляя на новые успехи в Новом году. Субтитры создавал DimaTorzok